Это информационный тележурнал «День за днём» о самых заметных событиях жизни города и региона. Вам расскажут корреспонденты «Тобольского времени». Я Константин Симонов. Здравствуйте. Суд арестовал подозреваемого в совершении самого резонансного преступления последних дней. Речь о водителе автобуса, который столкнулся с грузовиком в Тобольском районе. К сожалению, в новогодние каникулы без происшествий не обошлось. В новогодние каникулы в Тобольске и прилегающих районах совершено 44 дорожно-транспортных происшествия. В них погибло 4 человека, пострадало 26. Основные причины ДТП – погодные условия, выезд на встречную полосу и нарушение скоростного режима. 1 числа у нас произошло ДТП на 204-м километре автодороги Тобольск-Ханты-Мансийск. Водитель 82-го года рождения, управляя автомобилем ХНД «Солярис», выполняя обгон, не убедилась в безопасности маневра и допустила столкновение с автомобилем «Джили М-Грант». В результате данного происшествия водитель автомобиля ХНД «Солярис» получила телесные повреждения, но 48-летний ее пассажир погиб на месте происшествия. Страшная авария произошла 6 января на 266-м километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. Водитель автобуса не уступил дорогу грузовику, в результате чего водитель и пассажир больше груза скончались от полученных травм, а 8 пассажиров автобуса получили телесные повреждения. «Госпитализировали только двоих и одного человека выслуположили в реанимацию со скелетными травмами тяжелыми. В принципе, сейчас состояние стабильное, лечиться продолжает». Новогодние праздники в приемное отделение областной больницы номер 3 обращались за помощью почти 200 пациентов в сутки. Это в два раза больше, чем в будни. Взрослые получали травмы во время зимних забав и по причине гололеда. Были случаи, когда медики уже помочь не могли. «Мужчина пришел со своей сожительницей в гости к знакомому. В ходе распития алкогольных напитков у них произошла ссора, в результате которой гости достали нож. Хозяину квартиры это не понравилось. Он выхватил нож и нанес женщине один удар в брюшную полость». Задержанный 53-летний табаляк уже был судим за аналогичное преступление. Свою вину признал. И дружелюбный хозяин квартиры находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Во второй день Нового года в деревне Паново Тобольского района произошла ссора. 40-летняя женщина выстрелила в сожителя из охотничьего ружья. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Огнеборцы несли службу в режиме повышенной готовности. Через час после боя курантов случилось возгорание на балконе многоэтажного дома в 10-м микрорайоне. Из-за неосторожного обращения с огнем при использовании пиротехники. «Также два пожара у нас было в многоквартирных домах. Это у нас, если я не ошибаюсь, в Сумкино и 9-м микрорайон. Также один пожар произошел по улице Большая Сибирская. Основные причины – это неисправность электрооборудования». Также произошло два возгорания автотранспорта. Из-за короткого замыкания электропроводки загорелся легковой автомобиль и экскаватор. В целом праздники выдались беспокойными для всех спецподразделений. Наталья Китова, Елена Макова, Михаил Куричко, Ярослав Прохоров. Тобольское время. Около 18 тысяч экскурсантов из разных уголков России посетили Тобольск в новогодние праздники. Чем удивляли их табуляки, выяснял Шамиль Гулиев. И кого только не встречишь на Красной площади Тобольска в новогодние праздники. Сказочные персонажи, ледяные скульптуры привлекают детей и взрослых. Они шумно и задорно катаются на горках, поют песни и водят хороводы. Здесь каждый доходит себе веселье по душе. И пока детвора стеснительно поглядывают друг на друга, старшие показывают младшим, как нужно отрываться. Танцы и пляски только раззадорили табляков. На бойком месте они решили и помериться с силой, дружно перетягивали канат. Папа, да, помогайте! Пойдем, молодцы! Нет, посмотрите, у нас дружба, дружба, да, надеждаем? Тобольск в новогодние праздники особенно хороши. В эту пору сюда активно едут туристы. Жемчужина Сибири больше, чем в прошлые годы приняла гостей из разных уголков нашей страны. Очень красивый город, оформление прекрасное. Спасибо власти, спасибо администрации, всем людям, кто организовывает, что вкладывает душу в это. Молодцы! И телевидение прекрасное у вас. Генерального показывали, всех показывали. Дай Бог всем здоровья. Городу процветать, елки, фигуры, вечерние украшения, красота. Молодцы! Нам до вас далеко, хоть мы и областной город Пенза, но все равно. У нас тепло, у нас снега, к сожалению, в этом году нет, а у вас красота. Приятно удивлены зимним Тобольском и гости из Челябинской области. Меня впечатлили, конечно, сейчас вот ваши медведи. Вот эта вот весь атмосфера вот эта такая праздничная, новогодняя, да, красивая. Вот это вот, конечно, я первый раз в Новый год приезжаю сюда. Вот у нас новогодний, не новогодний мяс. Вот ваш, едешь везде у вас, везде огни, везде елки стоят, везде горки. Ну, красиво очень у вас. Северные соседи планировали поездку в Тобольск заранее. Они мечтали не только пребываться его красотами, но и познакомиться с историей древней столицы Сибири. Здесь когда-то был Ермак, а я как бы к этому отношусь, потому что все корни мои из дома. Вот, поэтому я сюда и как бы и приехал. Культурная программа в новогодние каникулы была обширна. В Кремле организовывали праздничные гуляния, работала резиденция морозвоеводы, музеи, развлекали гостей и в селе Балак. Отдохнул народ от души. Шабель Гулий, Ярослав Прохоров, Тобольское время. Православные отпраздновали Рождество, и хотя праздничные каникулы уже закончились, табаляки продолжают жить в атмосфере добра и сострадания. В этом убедилась Ольга Куричко. В эту рождественскую ночь, казалось, весь город стал храмом под открытым небом. Праздник чувствовался и на улицах, и в святынях. Митрополит Тобольский и Тюменский Дмитрий совершил праздничное богослужение в Софийско-Успенском соборе Тобольского Кремля. Многолюдная толпа славила Рождество Христово. Особенно много было молодежи. Воспитанники духовных школ, 113 юных паломников со всех благочинений Тобольской митрополии терпеливо участвовали в богослужении. Оно длилось почти до 4 часов утра. Общая молитва наполняла людей божественным даром любви, укрепляла в добрых делах. В этот день наши сердца наполняются теплом, любовью, добротой, как никогда. И хочется весь год перенести вот эти вот незабываемые чувства. И так порой не хватает этих духовных, этих добрых слов в каждодневной нашей жизни. Хочется пожелать в этот день всем крепкого здоровья, мира, доброты, благополучия. Христос родился. Произошло это в пятом году до нашей эры. Событие, изменившее мир, до сих пор сближая от нас с Богом младенцем и друг с другом. Тоболики сохраняют православные традиции, чем удивляют иностранцев. Китай служба тоже самое, но на улице у нас нет вертепа и нет этих животных. Еще нет так много народа. Все люди такие откровенные, общительные, еще радостные. У стен Кремля студенты иконописной школы и семинарии устроили подобие святой земли и вертеп. Владыка Дмитрий его осветил. Глядя на это таинственное сооружение, люди переносятся в Вифлеем. На радость детворе, верблюду и овцам в праздник выдались теплые деньки. Пусть всегда горит, не гаснет Вифлеемская звезда, и потом она укажет на рожденного царя. Друг, серьезно ты подумай и сегодня выбирай или страшную погибель, или звуком вечный рай. Наступает Рождество, наступают святки. Хотел всех поздравить, но помните, святки – это святые дни. Надо стараться, чтобы в семье был мир, покой, радость и святость. Святки – период, называемый народом «От звезды до воды» продлятся до 18 января. В это время принято ходить в гости, помогать нуждающимся. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. В нашей официальной группе ВКонтакте завершился очередной конкурс репостов. На этот раз зрители боролись за билеты на уникальную выставку от партнеров «Реальные динозавры». Победителем стала Ася Камаева. Совершенно случайно сделала репост этого конкурса. Вообще, как бы мы собирались сходить на эту выставку, но очень приятно было увидеть, что я выиграла этот конкурс. И сказала уже дочке об этом, мы очень рады. И сегодня мы хотим сходить на эту выставку. Я думаю, что дочке очень понравится. Второе и третье место заняли Анастасия Оброшникова и Юлия Банщикова. Совсем скоро в нашей группе стартует новый конкурс. Следите за обновлениями и принимайте участие. Шквал аплодисментов буквально обрушился на воспитанников воскресной школы храма семи отроков эфесских. Дети вместе со своим руководителем поставили спектакль, посвященный Иисусу Христу. На премьере побывала наша съемочная группа. Вперед! Вперед в прошлое. Герои нового рождественского спектакля, сами того не подозревая, переместились во времена, когда христианство только зарождалось. Дети хотели фэнтези, и дети хотели что-то, как-то переместиться во времени. Ну вот, а куда переместиться, они мне предоставили. Но так как у нас коллектив называется Благовест, и мы обязаны проводить миссионерскую деятельность. Основные герои спектакля «Дети» оказались в эпохе, когда правил римский император Нерон. Тогда христианство было запрещено в империи. И тех, кто проповедовал Христа, ждала тяжелая участь. Отпустите девушку, это не законно! У нас законно! Но строгий запрет, который карался смертной казнью, не останавливал истинных христиан. Они ценой своей жизни продолжали отстаивать религию. Мы хотели донести людям, что вера в Бога, она существовала всегда. И несмотря на то, что люди иногда страдали из-за своего выбора, из-за выбора веры, религии. И сейчас, в наше время, когда уже нету никаких гонений на христиан, люди продолжают верить, хотя прошло уже почти 2000 лет. Чтобы донести эту мысль до зрителей в творческой постановке, дети потратили свои новогодние каникулы. Но нисколько об этом не пожалели. Мы провели здесь каникулы, чтобы сделать хорошее выступление и порадовать, как зрители. Тоже Даша сказала, здесь хорошо, что все родные, все знают. Воспитанники воскресной школы Благовест, храма семиотроков Ефесских, увлекли свои инициативы и светские коллективы города. В подготовке рождественского концерта приняли участие более 50 детей. Для сил воскресной школы спектакль тоже уровня высокого. И коллективы, которые добавились, наши городские коллективы, они тоже вносят такой неповторимый цен, такой вот наш концерт. Песни, стихи о Боге, сочиненные детьми, а также народные танцы. Ярко и эмоционально завершили рождественский концерт. Юлия Савиных, Шамиль Гулиев, Рустам Рузеев. Тобольское время. Далее прогноз погоды. У меня на этом все новости. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на Тобольском времени. Десятого января в Тобольске облачно и небольшой снег. Температура в течение суток 9-11 ниже нуля. Ветер южный 4 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова